Здесь-то у нас есть у спиратуры по математике, но массово готовые специалисты в области математики, педагогическими властями, конечно, не могут. Это не их задача. На мой взгляд, учитель математики должен быть знаком с основными направлениями высшей математики, в том числе и современными направлениями высшей математики. И здесь, как и прочее, педагогический университет тоже у нас все делается. У нас много классической математики, но очень мало современной математики. А учитель должен знать об этом, быть знакомым с этим, чтобы не чувствовать себя неполноценным. Вот когда, сколько у нас вчера рассказывалось о фракталах, то ничего в этом страшного нет. Как директор и современные направления развития математики. Но где-то о фракталах учителю математики надо рассказать. Вознакомить его с этим. Тогда он не будет учиться в свой ущербах. К сожалению, времени на это совершенно не хватает. Учебные планы, стандарты, которые я готовил в министерство, совершенно не этим приспособлены. Ну, нет. Просто в этих стандартах нет строчки элементарных. Такой строчки нет. Когда я ставлю перед заведующими кафедрами специальный математический вопрос о том, что нужно расширить число часов, увеличить число часов по элементарной математике, они мне говорят, что, слава богу, он дарит столько часов, потому что в плане вообще этого нет стандарта. Вот так вот мы живем на днищих правах, что называется. Хотя российское обходительное лукость и реальная математика в прошлом году осенью принимала решение о том, что необходимо в педагогическом университете увеличить существенное число часов на школьную математику, на ориентарную математику. Это решение прозвучало, но опубликовано в никаких посредствиях. Сейчас разрабатываются новые стандарты педагогического образования, боговархи, магистры. В них заложено ровно то же самое, что минимальное количество часов по элементарной математики. А ведь сегодня задачи к учителям, которые стоят намного сложнее, чем задачи, которые стояли десятки назад. Потому что пятьдесят лет назад был единый учебник по математике. Там единые дидактические материалы. А сегодня у нас несколько учебников по математике. И учитель, вообще говоря, должен уметь различать, где хороший учебник, а где плохой. Потому что слова говорятся везде хорошие. А в индивидуализации, неконенциации, лично-ориентированном учении. Но есть там ошибки, есть там драйверы или нет. Учитель должен уметь видеть. А для этого нужно хорошее образование в области элементарного. Значит, общекультурный угол должен быть. Много различных пословий выходит. Много различных пингоги выходит. А в них во всех нужно ориентироваться, уметь выбирать. Чего не было у всех. Вот так сказали. Так это получилось. Все плохие программы. Вот сегодня там 25-й сентября, все изучают одну и ту же тему. По всей стране. Сейчас по различным методикам и по различным учебникам. А все по-разному изучают. И учитель должен уметь индикатироваться. Как это сделать? Основые программы, включающие больше инфраструктурного математики. Больше инфраструктурного математики. И государство, по моим условиям, должно следить за тем, готов ли человек работать в школе или не готов. Вы часто с работой задавали могут классические университеты, в учебнике математики или нет? Мне кажется, что должен быть единый экзамен на квалификацию учителя математики. Типа ЕГЭ, конечно, это не в форме ЕГЭ, но экзамен, позволяющий судить, потом готов человек работать в школе или не готов. Раньше такой государственный экзамен был, и он сейчас остается в педагогических университетах. У нас даже есть педагогический экзамен полиментарной математики, чего нет ни в одном другом педагогическом университете. Но у нас есть педагогический экзамен полиментарной математики. Вот допустим, у вас экзамен должен быть, в том числе в классических университетах тогда, на присвоение к квалификации учителя математики. Там должны быть тогда дисциплинии элементарной математики, потому что сейчас элементарной математики в классических университетах просто нет. Вот он показывает сегодня, верхматный пив, много ли у вас цифровых путей, а много ли у вас числов по элементарной математике для студентов? Я думаю, что ни одного. Ну, возьми, я просто отвечу. У математиков ни одного, но те, которые хотят получить дополнительные сертификации, они изучают три года курсы элементарной математики, пишут две курсовые работы. Сколько часов? Ну, как курсы? Водовой курс. Три водовой курса. По сколько часов минимум? Двадцать. Дальше. Проходят трёхводовую медалейку. Практику по решению задач. Понимаете? Медалейку практику школы. Школу-водовую. Проходят курсы на сайте. Розово-медалительского разговора. Психологии и медалейки. Водовой курсовой курсов. Медалейку практику по институтам. Спасибо. Я не могу просить, что я поставил. Да, не надо. Не надо. Не надо. И я хочу поставить истинный пример. Властический полуницистер. Да. Дополнение. Спасибо. Я вас этого не знал. Вот. Властический полуницистер. Так что, например. Ну и вообще, да. С очень большим уважением отношусь к выпускникам. Казахстану. Со мной, Людмила Семеновича. Они, как правило, действительно. Вот. Физма класса. Эти цены нет. Потому что, если надо. Похоже, то есть. Какие учители это физма класса. Да. Да. Вот. Вот. Мне кажется, что, действительно, в резолюции съезда нам надо продумать вопрос об подготовке учителей математики очень серьезным и касается и как педагогических, и классических университетов. Не потерять то, что он нами достигнуто или на тематах. То, на чем сегодня держится школа. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТОР Да. Я могу спросить. Мы сказали вопросов на том, что приоритете, например, как ярфический цвет. А не стоит ли нам написать�� 안내 с соответствищем Czy учителя воспоминATION должна быть0000. Так. А кто это всеそうですね? Когда уже пребегает сверх нормы 10 шн. И когда они оканчивают школу, на самом деле, как вы это получаете? Вольном перемене, полнотехматики и полнотехматики. Все остальное, полнотехматики. Поэтому все ответы за окончание школы, на самом деле, все же учили в математике. И учитель математики, и проявляют, и кратят, и так, так, эти деньги, которые в начале создают, они абсолютно не отставят, что это за год. И немецкие и демократы. Как же, как же, любой другой учитель, он должен быть учительом математики, он должен еще и читать книги, посещать театры, концепции и так далее. Это все же не должен быть перенужен работы. А поэтому у него совершенно другая оплата. У нас все равно есть, то есть, как двое понимают, однако, в последнее время, и тропой у них еще, в полнотехлады. А учитель математики, учитель математики и СПИЛК, это особый статус учителя. И мне кажется, что вот это нужно записать обязательно, бездовесные въезда, и дать совершенно другую оплата туда, и другая, даже зашивая. Можно я отвечу? Да. Можно я отвечу? Да. Можно я отвечу? Я своим студентам говорю, чтобы они не брали больше восемнадцати часов. Потому что учитель – это творческая работа. И совершенствоваться этой профессией можно только если есть свободная вера. Я могу писать книги, учебники, учебные пособия только потому, что у меня есть свободная и несвободная вера. Это же относится к учителю. Но нужно, чтобы была соответствующая зарплата. Больше восемнадцати часов означает, что учитель не занимается нарушением квалификации. Не занимается чтением методических курсов, математикой школы, фан, сетью и математикой школы. Больше не занимается агрессией. Больше не занимается. Больше не занимается, но в последние часы не занимается. Как это делать? Не занимается. Так что приезжаем? Как вы покупаете в вашем тропе и нарушаете в вашем тропе, Для меня удивительно, что здесь нет свободных мест, и молодёжь не идёт подключиться на училия агентства и математики, потому что нет, и потом не устроится. У нас дочь есть, молодёжь не стоит. И я тут, вот, до следующего года я вам сам директор, курирующий. Какая зарплата нацветительная? Дисциплина любимая. Я не знаю, кто меня салтал в следующем году, мне вообще учитель. Замплата какая нацветительная? Учитель шесть летний. Шесть летний. Шесть летний. Воскресенье? Воскресенье? А там сорок тысяч. Вы уже любили вовремя. Воскресенье. 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 Понимаете, про Москву я скажу. Да, у нас учитель в школе в Москве получает хорошую зарплату. А преподаватель нашего вуза, старший преподаватель, получает где же шесть тысяч. Да? Где у него с ним старшего преподавателя на шесть тысяч? Да, который будет учать студентов. Когда учитель в школе получает сорок тысяч. А он шесть. Газовный. Главное. Главное, Воскресенье в Крыму. Воскресенье. 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 как все наступили надо делать, преподавали эти элементы в школе это методика преподавания математики, это есть мудки, так как анализ, запасы, мудки, а я имею в виду, а в духовке всегда что-то будет, что блог, нужно быть, вот это взять мы будем строить, мы будем строить, мы будем строить так понимаете, есть профессиональная направленность обучения противопутанная в теории тема профессиональная направленность обучения, в частности, в миссертации Долховская Марковича Александровича была там посвящена что, курсы высшей математики в педагогических курсах отмечаются от курсы высшей математики в классических медицинских тем, что в них есть профессиональная направленность ориентация на школу, это все есть отмечается от курсы высшей математики в педагогическом в миссертации Продолжение следует... 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 И педагогическое сообщество очень активно отвлекается, как вы знаете, на потребности социума. Оно отвлекается созданием различных методик обучения, технологий обучения и использования тех технических возможностей, которые предоставляются учителям. Новые технологии обучения, технологические и новости страницы как раз и, как мне кажется, из моего опыта, они и дают учителям возможность останавливаться на достигнутом, заставляют все время узнавать что-то новое, совершенствоваться, изучать эти новые технологии, стимулировать общение. И то, что на наш съездок было такое количество участников, как мне кажется, со всей региона страны, к тому, что я общалась два дня, это тоже такое показательное. Нужно общение. Нужно определенную информацию. Так вот, что предлагают. Вот на этом слайде, который остался один цифр шириной и глубиной того, что требует исключительно ученика, и вот родители соответственно свои руки, свои материалы на это отвлекаются. Что предоставляет, что предлагает учитель? Прежде всего, обязательная часть – это информативная поддержка. Учитель должен знать о всех проблемах, которые происходят. Это основа его. Это изменение программы, как в учебнике, что должно происходить в времени. Стоковая аттестация, банок, гемолексия и т.д. Учителя. Учителю по-прежнему нужны консультации металлистов, консультации психологов, факторов учебников. Если по части создания не дольше конкретных учебников, тут независимо пополняется функцию достаточно хорошо – обеспечить учителя консультации, работа на плане обведения учебников, то у нас, тем не менее, есть такие направления, которые требуют рогана металлических воздушек и, в частности, введения новой содержательной линии, в тюрьме вероятности статистки, где, ну, фактически, пустое металлическое поле, мы на него вступили, и вот в настоящее время, соответственно, силы мы должны эту методику и преподавание этого раздела создавать. Поэтому должно быть есть направление, которое, наверное, газетическое строение поддерживает и держит работу под контролем. Учитель. Газеты предполагают возможность задействовать свою работу с новыми коллегами. У нас новые газеты-рублики, которые напоследовательно предлагают коллегам материалы и коллегам. Рублики предлагают коллегам, открытую руку, других рублик достаточно много. Наверное, сейчас особенно важный учитель стал соотносить вот эту свою работу с работой коллег. Внешняя аттестация, она как бы стала внешним, касаясь учителя непосредственно. По результатам этой внешней аттестации ЕГЭ аттестуются под частки работ самого учителя. Ну, как всегда, учитель соотносил, любил перенимать опыты, какие-то даже военные. Льёвые методические напорки математика, то учителя было важно. Есть такая же, как материалы для учащихся. Какие-то направлены на учителя математики. Но, тем не менее, есть в дальнейшей аттестации материалы, есть группы, которые направлены как бы к дворевому изращению. Учителя может прочесть для себя что-то новое, использовать этот игрушка, но может непосредственно дать руки ребенку, которые интересуются математикой. Материалы, которые позволят интерес ребенка в математике разнить, заинтересовать чем-то. Это, какие материалы, которые создают в нашей лектории для реквознательных учеников. Это наш материал, наш стенд, который буквально может быть в 17-м материала. Сейчас идет наш проект «Газета». Учителю важна информация о всех происходящих событиях в нашем сообществе. У нас много различных регионов. И где, когда, или на все. У нас много проводится конференций региональных. Эта информация тоже готова вам предоставлять. Это, если у вас в регионе намечается какая-то конференция, вы хотите, чтобы к вам приехали коллеги из других регионов послушать вас и что-то рассказать о себе. Пишите к газету и сдавайте информацию о новой городе. Газета еще и площадка для профессионального общения. И мы проводим различные опросы. Я хочу привести внимание. Я думаю, что он будет полезен для принятия экзаменов. Потому что такое сограждение я уже слышала. Мы при этом привели опрос по поводу итоговой дистанции директоров в классе. Смены экзаменов. Как замена двух экзаменов. Которые у нас словали экзаменов в А. И, на экзаменах по выбору по геометрии, на экзаменах математики. У нас были отношения учителя к такой замене. Оказалось, что как мнение учителя по этому поводу учителей, а применение включается в порядка тысячи учителей в разных регионах. Они здесь приблизительно одинаковые. Но интересно оказалось то, что учителя... Учитель дала еще вопросы, связанные с этим. Вы выражаете это мнение, что это хорошо потому что это, как учителя приведет к тому переноходу. Так вот, учителя, несмотря на то, что учителя все-таки сказал, поддерживает идею экзаменов по математике. Причинского выдавала те ответы, которые начинали со слов «Это плохо». И учитель говорит «Это плохо», потому что это приведет и в грузии. Ученика, и подготовка к экзамену. Это плохо, потому что мы теряем нужный экзамен в геометрии. Это плохо, потому что мы вообще теряем экзамен по выбору, а он должен для нас в вашем российском службе и любви. И вот эти пункты выбираются очень чаще. И вот этот вопрос, который вы приведете с помощью газеты. Ну и два слова о том, как бы те изменения, которые ждут вас. В ближайшее время вы их ощутите и увидите, и оцените, и я надеюсь, полный мир. Я вам сказала, что газеты будут свето, и это дает нам дополнительную возможность. Вот это показывают разворот из... два разворота из 18 номера, который вышел у нас. Но у нас будут и дополнительные вложения. Тот, кто подписывал, увидел, что там есть диск. Газеты будут спроводаться дисками шесть дисков в год. И туда мы будем давать материалы, которые сопровождают материалы и отцены, но и те, которые нужны для того непосредственно использования. И цепить дополнительное предложение, инструментальность этого, чтобы сократить вот это расстояние от учителя, который придумал, как бы родилась какая у него идея. Он хочет ей поделиться, и мы помогаем поделиться этой идеей, чтобы можно было не просто по материалу статьи подготовиться, какой же он мог мне что-то еще принести это на урок, чтобы с этим материалом можно было идти непосредственно на урок. Это, может быть, презентация, или старый пример, презентация, это учительская презентация, которую мы немножко дооформили где-то сделаем. Это целый урок. Еще одна презентация. Вот, это иллюстрация. Иллюстрация выполнена Владимиром Алексеевичем и его статьям, посвященной программе, с помощью которой можно делать такие прекрасные картинки. Но эти картинки все максимально в хорошем качестве выложены на диски, их там больше 50. Их можно непосредственно использовать и с ними уже делать свои презентации, или все, что он желает. Иногда просто полезно самому брать какие-то задачи, решения. Учителю тяжело не тем более, чем хорошо компьютером сделать элементарный даже геометрический чертеж. Поэтому вот этот фрагмент другой статьи. Вот там у нас страничка. Тоже оно подробно, что это тоже можно использовать непосредственным образом. Здесь у нас, ну, примерно так, из оптических сертифовардений. Можно, ну, обычно учителя распечатывая, учитель сертификатировал материалов. Здесь он может просто вот они подают информацию сделанную, можно распечатать и раздать по примере этой статьи. Здесь рассказывается, как проводится, если вы желаете геометр, для того, чтобы разработать там свою памятную лабораторную работу. Это материал, который можно спечалить или буквально в данном человеке. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Есть вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, пожалуйста, можно сказать. Ваши профессии, да и может, по-моему, неизвестно, это неизвестно. Если вы понимаете, составление медиатерии, вот вы слышите в блогу учителей, которые стали победителями на поле в следующем году, если вы, что последние годы как раз представили наши коллеги, где тогда возможно? АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, такой как бы работой отдельно мы не занимаемся. У вас есть, может быть, свое направление, тоже делать как бы детский с такими материалами. Ну, четыре года. Но, наверное, организаторы, наверное, должны сами же делать, перенести ягодку, организаторы, кто бы слышите в модах. Скорее, дали бы вас сделать. Поскольку это либо архивы, я не думаю, как мы получили. Да, Анна Галовна. Аккуратно? Как же это? Как же это было? Вы расширение целигации к возегаингу надежной? Что мы не содержим? Да, да. Нет, правды в газетах мы не будем поближать. То есть вы получаете правду? Правда, да. Описание того же будет. Да, с чем это связано? Мы, это связано с тем, что тогда вы будете выписывать его. А мы живем исключительно на подписках. Все газеты, которые обычно приводят примеры в газетах, они живут на рекламу. И это дает им возможность это делать. У нас нет возможности. Но можно ли это открыть реакцию с электронной подпиской? Электронная подписка у нас есть. С этого года она открыта. И на следующем году ее можно будет подписаться на электронную подписку. Единственное, что вы тогда не будете получать уважения, которое там есть, то есть здесь в частности. Но проект там, мы тоже, чем думаем, каким образом делать там, чтобы не идти с аккаунтом. Да. У нас, как и для тех, кто будет пользоваться электронной подпиской. Она удобнее, конечно, для тех, кто есть компьютер, и она еще неестественная. А зайдите. Да, зайдите на сайт, и он просто сразу. Как вы любите, что-то там это снимет, слово математика. Вот это все там не будет. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Вот по вашему мнению, как нынешней школьному математическому образованию в нашей стране. Какой? Не задумывайте. Нет, потому что их много. Я бы не знаю, какая главная жизнь. Ну вот буква, тщательно, моя психика. Нет, мне просто нет. Кому проблемы? Я считаю, Галина Ващенко. У меня предложение такое. Давайте ее переименуем. От 1 сентября до 30 июня. Незогласна. А линии номера когда вы будете читать? Да. Пробуем. У меня дам права на круглый год. И линии номера тоже приедут на листах. И линии тематические умерли. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спирман Виталий Владимирович. Московский государственный университет имени Шовка. Это его последняя интернация. Он возник в 1951 году как московский заводственный университет и предпоследнее его название Московский государственный университет имени Шовка. А вот последний он же теперь государственный университет имени Шовка. У меня есть проблем с этим делом. Есть и в выпускнике педагуза достаточно усваиванные предметы, в которых преподается реактивный университет. Но, к сожалению, достаточно усваивание, с моей точки зрения, а я там преподаю конкузию более 50 лет, достаточно не более 10%. Не более достаточно. Один раз за все 50 лет из курса 50 человек у меня будет 12 лет. Один раз за 50 лет. Теперь я думаю, что тут проблем много. И, конечно, эти 10% это и прекрасные учтения будущие преподаватели в вузу, профессиональные математики. Но их мало. Но их мало. Так вот, я думаю, что для преподавания на профильном уровне этого совершенно недостаточно. Учебники. Учебники? при прочном уровне, при всей своей значимости, на глубоком содержании, они трудны для преподавателя, для большинства, для большинства окончившихся педагогическими, они очень концентрированы. Там несколько доказательных линий, это естественно вполне для школьных учебников, провести полную доказательную линию. А преподавать, не доказывая всё, значительно труднее, чем преподавать всё доказывать. Для этого, для этого нужно особое умение, особое умение. И поэтому в таком умении, в таком умении большинство окончивших педагогов, к сожалению, к сожалению, нет. В таком возникает идея вернуться, вернуться к тому, что было в 60-70-е годы. Тогда, как первый курс, правда, был номинальный курс научной основы школьного курса математики. Он предполагал, как это представляется, какое, значит, базе ядром такого курса, для того, чтобы не было, должно являться паразитом школьного математики. Но сам по себе это создало то минимальное расширение этого ядра, чтобы стало возможным доказательное сложение теории. Вот такой куск был предположен Андрею Николаевичу Колмаконову, но он не состоялся. Не состоялся по видению, у него не было достаточно методического свечения. К этой книге, по-моему, стой, по-моему, вернулся. В этой связи я хотел бы восстановить идею, в общем, идею я из Мазора достаточно весна, по-моему. В этой связи я хотел бы рассказать о той книге, которая упрямляет в этом году. Называется она, да? Называется она «Действительные числа и основные элементарные культуры». Ну, сразу скажу, мы рассматриваем столь вопроса заявленных названий. Там нет задач, нет вопросов толщиной, но есть вопросы, рассмотренные, полностью доказательные. Я расскажу прежде всего то, что есть в тезисах, а если будут вопросы, а если будут вопросы, то вопросы или заинтересованные слушатели, то я более подробно расскажу об этом. Основную идею я высказал, ну, нужен курс, который представляет собой такую оболочку, на скольном курсе, на высоком мозге было все доказать. И проверять свиньиатуру можно быть скольным учебным. Тогда, почему это очень полезно? Дело в том, что при изучении такого курса, курс, вообще говоря, не лезет, но на нем происходит и различное логическое учреждение, и математическое культуре. Не на материале будущего материала, который, некоторые студенты думают, нам никогда не пригодится, а на материале, который будет сопровождать учителя всю жизнь. Теперь, что касается основного ключа моей книги, он стоит следующее. Я не знаю, группы или пользуются учебниками Виленкина, Ивашкова, Кусакова и Шевастова, но в этих учебниках положено, заводится на очень хорошую идею, понятие разделяющего числа. Помятие разделяющего числа позволяет определить произведение десятилетических чисел, например, тем. Об этом скажу больше. Вообще говоря, школьная математика, даже элементарная школьная математика, покоится, насыпка и куча, нежности сезонного назначения. В силу все обрисованы предоставлены. Каждый раз изучает десятилетические числа, проявляющие недостатусные высотами числа. Так как есть отложительное сажание тесновой очевидной бутылки, то действительное число – это бесконечная эластичная игра, не вегалинская, она не только говорит, почему при этом не вегалинской бездруг, почему при этом закрываются все выборы. Так вот, видение, видение десятилетических числа как бесконечной терапии, с помощью метра разделяющего числа определяется просто. Так, что просто с помощью разделяющего числа без пределов. Каждый раз строго. Определяется стихность, действительно, указательность, и длина, 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 простости. Тогда, знаете, есть такая, просто обращаюсь, что есть на 38 странице, на 38 странице, где здесь все указано, там есть, видите, вся литература относится к этому вопросу, и тогда вы можете обратиться в ней, и если есть вопросы, нам нережные, поэтому я согласен. Удивение Харьков Удивение Продолжение следует... 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 для создания точки. Значит, или фактически как это происходит? Как вы делите эти ситуации? А все зависит от активской ситуации. На самом деле, любой объект, рассматриваем на ситуации, размеры для которого мы можем пренебречь и для которого нам важно только место положения, может быть, модель точки. Город на карте, пожалуйста. Человек, пожалуйста, нас интересует только его местоположение. Если только бумаги, пожалуйста, нас интересует только его местоположение. Но об этом надо заявить и людям, что мы выделяем только его местоположение. Всеми рассматриваем и пренебречаем. И в результате мы подходим к первым критериям модели. Модель объекта всегда создается с определенной целью. Все зависит от того, какие свойства я хочу подчеркнуть. Второе. Модель является заместителем по определенным свойствам. И не так не тождественно объекта. И не так не тождественно 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 Вот таким образом мы знакомы и мы видим два критерия модели. Но, опять же, когда мы видим модель, надо учитывать, что понятие «модить моделью» является отношением преваленности. И как «а» является моделью любой, так и «в» является моделью «а». И если говорить о характерности, то модель просто это слово как бы этот термин не должен звучать на уроках математики. Обязательно модель ответа. Но точно так же как не должен звучать термин вертикальный урок, преваленное понимание, без указания, чему? то же самое это отношение модельности и третья позиция, которая должна быть раскрыта ребенку, если мы говорим об операции, о универсальном человеке. Значит, и в связи с этим возникает третий критерий модели, что модель имеет не одну интерпретацию. Значит, модель не одну интерпретацию. Что это значит? Я слове бумаги. Это не бумаги, может быть модель не точки. Он может быть моделью плоской поверхности. Он может быть моделью панели пипеда. Все зависит от того, что я хочу показать. Такие свойства очень удивительные. Но то, что модель более пипеда, можно засунуть очень много листов бумаги. Итак, выделили три фактические критерии модели. Значит, четвертый нет, с этим критерием связан еще один очень важный момент. Значит, если модель, если объект имеет много интерпретации модели, я могу интерпретировать, то каким образом я буду понимать, как связан объект с моделью. Для этого, вот, разгадывая третий пункт, можно познакомиться с другого модели. Модель всегда очень часто предлагается 2х и 3х и учебник 1х и стажем учебника встречаешь трактовку, чтобы это модель. Нет, модель содержит 2 компонента интерпретационные содержатели. В данном случае я написала только содержательные компоненты. Интерпретационные связанные с шифромом, что такое и, что мы понимаем, у меня 1х и 1х и всегда, когда мы говорим о моделировании, мы должны иметь два этих блоков. И в этом для отличия проектческой модели от геолитической. Геолитической тоже это будет описано. Значит, и 4х и 3х эта модель должна всегда быть предоставлены в том, что модель может быть идея. Ну, для школьной математики в ряде это подходит, потому что если бы не было человеку поднять чем там, это конечно невозможно. Поэтому, естественно, мы представляем модель. Вот 4 основных критерия, которые я хотела упомянуть, так сказать, они должны быть представлены, когда модель мы говорим двое о моделировании какого универсального учебного действия. Вот это знакомство, оно работает совершенно на разных предметах, будь то химия, физика, или, так сказать, какой-то другой предмет. И на мой взгляд, когда мы говорим о других предметах, когда мы говорим о другом учебном действии, мне кажется, подходит совершенно другое должно быть. Если универсальные учебные действия, все должны это делать. Мы с вами знаем, усилия нянь, все распространены. Поэтому, реально, что-нибудь хорошего мы сделали. И на мой взгляд, вот здесь хорошо, чтобы общие учебные дисциплины, в том числе и математика, выделили основные методы функции данного уровня. То есть, те функции, за которые отвечают, в частности, математика перед другими предметами. одной из функций методов моделирования. То есть, мы обязаны научить моделирование по универсальному учебному действию. Для всех других предметов. Идеи, к нам придут жаловаться, если вы это не заданы. Русские возможно. Работать с текстами. Но так, чтобы работали с текстами, надо не только, у них есть предметы, у них есть развод научного текста. Ну, я сомневаюсь, что вряд ли кто-то из учителей русского языка. Потом, потом подкапываются теории. Значит, и тут тогда, ну, работа очень серьезная. Ведь математик должен быть учителей русского языка. Если мы серьезно будем говорить об этом, об универсальных учебных текстах. Ну, вот это основное. И, наверное, подробнее вы можете прочитать в тексте. И последнее, только представитель съезды, мне казалось, нужно еще занести два момента. Я уже сказала о психологии, на мой взгляд, на мой взгляд, не такой момент. Ну, три ярких момента, связанные с такси. Первое. Если у нас в Кипре единый государственный экзамен. Скажите, пожалуйста, а дети все разные? Мы сейчас не кричим направленность на развитие ребенка, уделение результатов, статей. Но у нас в основном лесу, у нас есть образники. И почти всегда репетитов. Среди репетитовства очень много людей, которые преимущественно преобладают именно правлами. А почему у нас в ЕГЭ все? Наверное, видите. Это первое. То есть, должны быть такие задачи, которые в честь образного характера и геометрии предоставляют возможность это сделать. Второе. Связан ли у нас стандарт с единым экзаменом? Есть вина. Что такое результат, который мы определяем в ЕГЭ? Это реализованная цель. Читаем. В стандартах написано развитие пространственного воображения. Ну, я хочу поображению другого. На геометрии надо творить правильное пространственное мышление. Мы ничего не зацепляем, как ничего дают и вагон. Значит, если мы ставим цель развития пространственного мышления, надо его определять. мы уже, например, на очень простом уделяем. Но не в те задачи, которые построены на полностью составляющие. Направлены только на развитие пространственного решения функции 4 лет. То есть, если для всех нужно это определять. Вот сегодня уже не сегодня, а зависит вас на геометрии. Понимаете, это больная. В общем-то, тема ужасная. Еще один мы говорили о том, что где вещи нужны человеку для жизни. каждому. Эта геометрия и реальность есть. Почему она у нас так пропала? Ну, наверное, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Почему моделирование это действие универсальное? Почему оно учебное? И почему обучает и действие? Что означают вот эти слова универсальные учебные действия? Ну да, могу сказать, я не придумала, я вам никогда так так понимаю. Универсальное значит, что оно требуется на предметов, ну, по крайней мере, более двух. Первое. Учебное значит, мы предоставляем, во-первых, оручаем это, мы используем в процессе оручения И плюс, вот здесь это хорошее чудо, мы используем учебные модели, а не обычные. Универсальные. Почему действуют? Ну так, как сказали, назовите оператор. Да, мы говорим о точках прямых, это научные понятия. Это основные понятия, в любом случае, о магии. Почему тут учебные? Извините, пожалуйста. Вы точно знаете, что вы найдете много детей, зато и вы смогут рассказать о точке. Через их вся матику все точно определились. Нет, вот наш учебник начинается с таких слов. Первые слова учебника. Вспомним, что нас в лес там очень привык. Они об этом уже узнали. Ходишь в пятом заседании. И дальше мы говорим, что мы знаем, что через две точки проходят прямые, потому что одна, что прямые проводятся с помощью линейки. Понятно для детей языком. Вот вчера выступал талантливейший молодой ученый, Стивислав Смертлов, которому должны быть все гордиться. Какие он там слова говорил? Там не было того, чтобы не прославить учебные действия и так далее. Он говорил, математику нужно лучше думать, рассуждать, обосновывать свои решения. Вот нормальный русский язык. И язык, в котором написаны вот эти стандарты, это надо обладать каким-то извращенным совершенно рождением. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Одно из универсальных учебных действий, которое надо применить ученику, или чёрного по белому значит сна. Я могу показать ее не в одном действии. Диаметр equal. Уметь доказывать свойство и признаки. Василь hablando может доказывать свойство? Это чуд собачья. А как можно доказывать... может быть подтверждение о свойстве, может быть доказывать, что предмет обладает таким свойством. Но наказывать сквозь папу не дали. Ни в какие рамки русского языка не укладывается. Вот один пример показывает, что стандарты составлялись абсолютно безграбными людьми. Все, что вы говорили, мы станем чемпионистами. Для кого это? Для ученика? Или для учителя? Учителя? Вот так же, например, это для воронки. Так, можно я отвечу, да? Ну, значит, во-первых, я ни в коем случае не удалось ничего говорить за стандартом. Я сразу же сказала, я буду говорить и отвечать на вопросы. У вас бы рам, кто-то был пообразователь. Да, сейчас я получу. Скажите, пожалуйста, вот сейчас. Учителя, поднимите, пожалуйста, руку. Кому не приходится, об этом отчитываться. Кому не приходится. О том, как вы выполняете стандарты. Ну, пока мы начальние школы уже сядут. И вы придете? Секундочку. Можно, я говорю. Первое. Значит, то, как прописано стандарты, то, что там написано, я не говорю, что это правильное мнение. Я пытаюсь, даже, пыталась сейчас показать, даже если вы это раскладывали, не так много плохого. Есть предпись очень плохое, я совершенно неправильно. Сейчас расскажу в простой предпись. Но есть вещи, которые можно делать. Знаете, ребенок у вас, ребенок один, уходит совершенно на разный предмет. Я маленький, ну маленький, как хорошо. А почему это? Плохо. Плохо. Как разположены две вертикальные прямые? Если в качестве прямой, если в вертикальные прямые, я привожу модель ответственности. Две вертикальные прямые ответственности друг к другу. Как разположены? Очень хорошо. А он пошел на астрономию и идиоград. И мы там на студию были. Поддерживали прямые. И в центре времени были тоже немножко помещены в защиту к компьютер-мастерства. Включение к компьютер-мастерства. Там математика. На математике в основном языке параллельная. А там не параллельные. Что делать в этом ребенке? Потому что нет. Может я не закончу, но вы будете раздражаться. Вот это есть параллельные в четыре и десяти лет. На самом деле, если вы... Тогда не надо говорить, что мы хотим не закрывать в восемь-вадцать лет. Потому что, знаете... Терпинг-мастерства есть, по какому отношению к математике не имеет. Это не на что. Он терпинг-мастерства знает. Значит, мы должны в планетику в сторону и посмотреть, что это значит. Там понятие, там в основном такое, как я вам говорила с людьми. Так. Так.